итак дорогие друзья мы с вами начали очень интересный курс это уже 2019 год джанга 2 плюс сервер ребят маленький момент вы в любом случае будете это видео смотреть если на ютюбе будете смотреть имейте ввиду то есть в данный момент этот курс находится в разделе уроки джанга 2 потом просто я щас переделываю спб потом будет на в отдельном курсе он будет где будет просто именно серверная часть присутствовать в общем в любом случае в школе найдете либо в группе кто-то сообщит поэтому я здесь написал временно развещён но это ничего ничем не помешает по сути дела давайте сформулируем нашу задачу мы с вами начали проект так и назвали джанга 2 сервер наши цели наши цели следующие первое значит нам мы делаем проект на джанга сайт до после этого создали создаем сервер вы уже должны были кто занимается по бесплатным урокам проделать потому что вот здесь написано здесь вот то есть подготовить сам сервер мы постараемся делать этот курс максимально практическим что значит практическим то есть от ребят школы я жду следующего от ребят школы что вы выполняете все домашние задания я ребят в этом не шучу вот я смотрю новые ребята появились у нас школе которые активно занимаются сейчас я соображу что что я хотел сделать да смотрите кроме просмотра курса то есть видео уроков у вас будет большая самостоятельная работа за последние два года за последние два года появились участники которые буквально через полгода начали писать на двух языках вот тот же осачи сергей на пайтон на котлин так вот все навыки работы я хочу заложить вот именно в новый проект спб а в этом курсе мы все это будем использовать все будем использовать поэтому если я написал вот конкретно в группе до ребят мы будем заниматься спокойно то есть готовить все по шагам но например что я спокойно скрупулезно что я имею ввиду вот мы только создали проект и сразу мы сделали себе документацию чтоб она была марк марк даван да то есть я говорил ребят никогда не надо откладывать потом чесать голову что где у вас находится проще всего это сделать документацию смарт-даван мы с вами все в этом курсе красоты и проделывали я вам дал домашнее задание потренироваться но сейчас скажу еще одну важную вещь и вы здесь будет себя записывать важно обязательно задавать вопросы сразу обратная связь ребята то есть понимаете я тут думаю свое поэтому что-то непонятно делаем и в первую очередь все это видно в домашних заданиях поэтому я обращаю внимание то есть вот почему вот асачи пишет на двух языках да потому что нет ни одной рубрики в группе где он бы не оставил код он пишет пишет вот поэтому то что я прочитаю это не для красного словца это воспринимать то есть если я говорю ребят это рекомендация да я ж не могу вам приказать если я говорю делать значит делать иначе это будет звучать так для вас смотрите понятно посмотреть курс потренироваться в написании размер разметки маркдаван первичная вы здесь не видите она мелко ну ладно я чуть увеличу первичная сообщаю то есть посидеть вечер потом процессе все отложится ребят но ведь вечер понятия у всех разные поэтому ребята когда я говорю потренироваться это значит провести не менее трех трех часов то есть посидеть потренироваться в маркдаван чтобы вы уже могли писать я понимаю что не надо там разметка простая но здесь не в разметке дело просто так как я вот сейчас описываю надо относиться каждому уроку написано потренироваться значит понимаю в голове хочется быстрей ребят быстрей это значит все выбросить время все закрывайте компьютер и идите быстрее куда вы там хотите не получится быстрее быстрее это когда скрупулезно просто привожу пример еще раз вот понимаете быстрее прилетите то на потом это на потом пройдет год и в конце концов обрывки знаний а состояние состояние следующие да смотрю код вроде понимаю писать сам не могу а почему потому что допустим когда болсуновский говорит вот проходим функции вот это тренируем проходим модели вот это тренируем проходим следующее вот это тренируем тогда когда вы тренируетесь тогда начинает откладываться и проходит тот же год да вы возможно меньше материала прошли но то что вы прошли вы пишете поэтому домашние задания тренировки нет компьютера под рукой нет компьютера под рукой понятно взяли позанимались да взяли планшет скачали себе python на планшет едете ага сегодня вот мы проходили функции сядьте попишите попишите пописали пописали то есть ребят не дня без строчки кода вы меня услышали то есть еще раз повторяю если я говорю по тренироваться то это значит провести не менее трех часов потом все конечно будет откладываться и то что вы делаете постоянно она запомнится вот сейчас приведу пример бла-бла ну там было написано и вот асачи пишет я как раз восьмой раз проходил функции поняли секрет я у я у вас спрашиваю кто за компьютером то есть человек разбирался тотально с функциями и так по всему теперь ребята домашнее задание кроме того что потренировались самый важный навык особенно для новичка приходит новичок посмотрел урок и все хватит не хватит самое важное сформировать в голове навык что что искать в интернете да то есть по сути дела этот навык нельзя купить этот навык нельзя приобрести потом этот навык можно приобретать либо не приобретать это есть привычка поэтому если есть домашнее задание вот покопались мы мы изучили установили маркдаван запустили все все у нас есть но кроме этого вы идете в гуглу гуглу и ищите вводите маркдаван и там что хотите вводите но важно в маркдаван плагины маркдаван темы маркдаван разметка маркдаван нашли фишку сбросили что в этот момент у вас формируется у вас формируется начинает формироваться это поле программиста то есть ага маркдаун вы знали что спросить на самом деле когда вы будете запросы вводить одни будут бить вторые не бить но в конце концов в конце концов если вы будете это практиковать постоянно с разными темами то вы уже будете предугадывать вопрос но этого вам даст быстро найти ответ быстро разобраться в какой-то теме и наработать себе вот это программное направление ведь кто программист это не тот который все знает нельзя все знать программист это тот который настоящий до который знает где что найти потому что все знать невозможно но когда ты четко понимаешь у тебя сформировано это поле может неправильно немножко объясняю он понимаете у программирования как и у любой дорогой другой темы специфический набор понятия например если вы были ветеринаром да то понятно вы там как-то лечили животных вы набирали другие запросы там свое поле то есть нельзя взять и сказать как делаю большинство посмотрели урок хватит нет ребята не хватит это моя рекомендация но есть пример асачи начал писать на двух языках говорю через полгода так он он мне тогда говорит признался до позже что я не понял говорит не мог понять что от меня хотят вот есть уроки я пришел но сиди себе учись а мне в домашних заданиях дают нечто искать но потом да я допетрил вы прочитаете скорее всего где-то эти записи но это не важно я вам все равно рассказываю я допетрил но я увидел результат надо потом вопросы по языку по установке тебя он быстро начал ориентироваться то есть это нарабатывается ребят и вот здесь важный момент кто-то сейчас скажет вот бавсуновский рассказывает ну грубо говоря много воды да а потом ходит этот человек и ищет по форумам только ответы а зачем такое программирование так это вот это те кто много воды это не воды это надо просто я доношу до вас да теперь ребят смотрите важное еще ребята смотрите если я говорю что нужно поискать а вы себя подумали да там асачи или кто-то другой тут вот михаил появился поищут неверный подход да они поищут но этот навык будет относиться к им к их опыту понимаете есть пространство вашего личного опыта который вы связываете с сроком я к вам как отношусь ребят я стараюсь это вы согласны но это неважно как говорится но бавсуновский ты старайся это твое дело я согласен с моим делом но есть другая сторона которая вас все-таки должна заинтересовать если вы слушали мои курсы то я часто говорю что нужно набить навык что и как искать по программированию так вот этот навык так и будет вырабатываться в заданиях как вот здесь и поехали дальше и дальше и если вы махнули рукой вот сейчас махнули ребят это писец привычки это писец привычки все все вы махнули рукой на себя и можете поздравить прощай программирование глубокое здравствуй вечный дилетант что вы выбираете глубокое программирование или вечного дилетантства вот сядьте теперь и подумайте над моими словами все-таки стоит делать как я говорю или не стоит а я вам сказал результаты в школе есть поэтому когда говорят что у меня не получается ребят они получают всегда по той причине потому что вы послушали меня да они сделали вот сейчас я решил больше разъяснить посему самое важное приобретаем привычку ага ну вот а вы уже говорите ага или угу или не гугу это уже ваше дело я вам вам порекомендовал как делать лучше на основании результата теперь для ребятку школы по этому курсу ребят смотрите вы видите мы начали щепетильно подходить и будем так во всем на этот курс нельзя махать не рукой да нельзя что-то оставлять давайте мы с вами договорим следующим образом что непонятно сразу в группе написали чтобы мы рассмотрели не нужно ничего оставлять на потом сейчас мы в следующем курсе будем рассматривать настройки я основные рассмотрю остальные дам вам домашнее задание разбирайте будете разбирать но работаем работаем капитально хотите результат практически он у вас будет я вам гарантирую просто не первый не последний человек но делать как рекомендуется хотели побежать бегите ну тогда извините не получится ребят это такая же профессия как и другие и нельзя здесь оставлять что-то на потом к чему-то относиться несерьезно даже если у вас немного времени ребят но пусть у вас три часа в неделю все равно если сегодня мы маркдаун проведите эти три часа эту неделю за маркдаун следующую неделю что мы там будем изучать настройки пусть это будет так для от вас я всего лишь хочу добиться чтобы вы услышали что я вам говорю что ребят используйте время эффективно то есть глубоко изучая каждый фрагменте каждую тематику все вся эта мозаика будет складываться у вас в единый в единую композицию то есть ваш как программиста я надеюсь вы меня услышали ну а по курсам понятно разберетесь курсов много но сервером надо разбираться давайте еще скажу почему сервер сервер да ребят но ведь я говорил мы собираемся писать мы пишем во первых джанга приложений это сайты мы собираемся писать серверную часть для мобильных приложений скажите но зачем обманывать себя как можно написать классную серверную часть для того же мобильного приложения если мы не знаем как настроить сервер если мы не имеем представления как он работает надеется что дядя с там хостингом настроить до дядя ни сном ни духом он в основном знаю только как php настроить больше нифига не знает поэтому как правило не так много специалистов по серверам они есть но опять же даже если специалист он знает свое но если вы пишете допустим приложение для android вам надо сервер серверная часть то как программист кто знает что должно быть на сервере ребят только вы поэтому давайте работать начнем самого простого джанга плюс сервер по сути дела еще раз причисляю значит подключаем маркдаун подключаем джупитер то есть чтобы нам все весь код вы вытянуть наружу настраиваем с нуля сервер делаем сайт на джанга размещаем его на сервере по сути дела да вы скажете ой круто я смогу размести сайт ребята абсолютно согласен круто но на самом деле вы потом поймете что это только начало потому что сам сервер еще имеет кучу настроек но это начало надо проделать и надо начать делать всего лишь а потом оно пойдет у вас само собой потому что вы будете уже четко понимать вот тут подправить тут подправить посему важный момент для участников школы значит вот этот маркдаун что мы написали я буду себе писать план а вы себе записываете вот смотрите урок да и домашнее задание все у вас все настройки функции не важно что у вас все должно быть здесь отражено споймали себя на мысли вот это у меня плавает вот это я вообще не понимаю отдельная страница выписали вопрос школу разбираемся я направлю дам задание разобрались идем дальше то есть понимаете не надо делать вот этот полумрак ежик в тумане да это вижу это не вижу это буду это не буду старайтесь следить за собой в течение курса ребят в чем в каком понятии следить за собой то есть вы должны себя четко ловит на мысли что то о чем идет речь вы это понимаете вы понимаете раз второе вы понимаете если что-то недопонимаете где это найти вы это записываете и ищите если вы совсем не понимаете кричите а таз пишите в школу будем вместе разбираться но не ни в коем случае нельзя какие-то вещи убирать и в этом сейчас смысл методики за эти годы разработана уникальная методика изучения двух языков но и подход вот то что я вам сейчас рассказывал это не вода для кого вода это закрыли видео тихонько пошли заниматься своими делами все для кого это не вода и кто все-таки решил стать программистом по моей методике попрошу вы либо я всегда говорю так вы либо принимаете мою методику либо не принимаете это ваше дело но если вы приняли то давайте придерживаться потому что у меня есть конкретные практические результаты люди программируют люди меняют профессию то есть все это есть и теперь теперь просто напросто это уже практически применяем все ребят спасибо значится кто только начал слушал тут программировать грубо говоря слюни текут хочу но все это не понимаю ребят не переживаем значится начинаем с spb-tu.ru здесь есть уроки для новичков но все-таки кто чуть-чуть в курсе кто чуть-чуть в курсе уже джанга немножко прошел ребят на этот курс просто больше все выписывайте сначала начну это важный момент больше себе выписывайте где вы что не знаете то есть понимаете вы избежите тогда вот этой вещи а что изучать а что не изучать да в джанга а так делаем курс практически сайт вот это не понимаю записал вот это вот это вот это то есть вы тогда опираетесь и выбираете себе подтянуть изучить те вещи которые реально вы видите как они работают они вам нужны то что у всех получится я не сомневаюсь ни вы первые ни вы последние я сказал что есть только определенные методики да определенные требования которые вот я говорю тем более я же не могу там требовать я буду бороться ребят я почему-то долго объясняю я буду бороться за каждого из вас с вашей где-то вы недослышали с вашей какой-то ленью с вашим неверием себя да вы верьте не верьте дело пятое не первые сотни людей я поставил на ноги понимаете поэтому я от вас говорю ребят вы делайте вы говорите вы задавайте вопросы вы именно делайте то что говорится сказали поискать ищите и у вас мозг должен работать не то что сейчас а то что вы ищите с пониманием почему потому что вы сейчас приобретаете привычку да то есть у вас формируется это вот ядро программиста как задать где задать что к чему относится вот тут непонятно то есть начинаем работать каждый сам над собой но системно я люблю работать почему ребята становятся на ноги в школе потому что я привык к системам но не умею я работать разбросанно я привык если курс делаем значит делаем его системно от простого к сложному раз раз два три итак для новичков понятно с spb-tut.ru начинаем не пугаемся сайт изменится этот сайт который сейчас он будет немножко другой не пугаемся все там найдете почему потому что я переписываю в данный момент этот сайт все ребят спасибо за доверие у всех получится